Ну, мы продолжаем приглашать в нашу студию симпатичных и талантливых женщин и девушек. Красивых, прекрасных просто женщин. В нашей студии сегодня телеведущая, журналист, сценарист, представитель фэшн-индустрии и просто красотка Екатерина Краснова. Катя, доброе утро. Доброе утро, Катя. Можно снимать масочку, мы дистанцию соблюдаем, все нормально. Спасибо. Так много регалий, да? И кажется, мы еще не все озвучили. Еще не все озвучили, но основное, да, это то, чем я в основном занимаюсь. Да, а там это маленькие ответвления уже. Да, да, да. Когда ты все это успела? Мне вот хотелось очень много охватить, и поэтому каждому, каждой регалии я посвятила определенный этап своей жизни. И то есть когда я работала на телевидении, ну, я и до сих пор работаю на телевидении, в какой-то момент я поняла, что я достигла, наверное, всех поставленных целей. И мне хотелось реализоваться дальше, чтобы мочь охватить как можно больше сфер деятельности. Я думала уйти в дизайнера, поскольку у меня есть за плечами опыт работы в фэшн-индустрии. Но попробовав себя дизайнером, я подумала, что, ну нет, наверное, все-таки если я журналист, то нужно и двигаться в этой стезе. Поэтому я решила написать сценарий. Вдохновила меня пьеса Жанна Кокто, и, собственно, был написан сценарий, снят фильм. Так я оказалась в сценаристах и продюсерах. Напомни, как называется фильм? Фильм называется «В сетях». У меня играет Исуло Азимбаева, Санжар Мади и Динара Бактубаева. Все, все, я вспомнил. Я еще помню, когда я смотрела, я думаю, блин, все мои друзья тут снимаются. Да, это было мысль. Почему меня, думаю, не подбивали? У нас было ограниченное количество, у нас всего шесть актеров. Мы вообще хотели остановиться на двух актерах, потому что пьеса Жанны Кокто, которая меня вдохновила, называется «Человеческий голос». Там вообще один актер. То есть мы хотели сделать такую, грубо говоря, мизансцену. Но поскольку сценарий начал обрастать определенными персонажами, решили ограничиться шестью людьми. И вот в шесть человек мы уложились. Но, к сожалению, роль девушек у нас заняла Исуло Азимбаева. И вот нам нужен был антипод хорошей девочки. Это была Динара. Ну это вот прям Динара Динара. Да, у всех хороших девочек играет Динара. Динара Бактубаева. Она у нас была буквально месяца два-три назад. Они у меня в кадре прям дрались. То есть у них была сцена, где они проявляют агрессию и прям отыграли на сто процентов. Если я не ошибаюсь, они там парня не могли поделиться? Да, да, да. Я, прикинь, я знаю. Я потому что кусочками везде видела, читала, но так и не добралась. Это же была премьера и кинотеатры. Да, по всему Казахстану, Алматы, Астана, ну то есть весь Казахстан. Но больше всего нас удивило, потому что сценарий был абсолютно такой нестандартный. И мы думали, что, ну, наверное, в регионы вряд ли зайдет. Вот, и мы очень были удивлены, когда, допустим, там больше всего рейтингов было в Шемкенте. Ой, интересно. Интересно. Да, да, да. Интересно. А мы не ставили туда акцент? Да, мы абсолютно не ставили. Ну, мы как бы поставили Аллаты, да, Нур-Султан, а тут вот так бывает. Кать, ты как человек телевидения понимаешь, что иногда нужно приживаться на рекламу. Конечно. Вот, это не против. Абсолютно. Ну, тогда давайте объявим рекламу. Доброе утро всем тем, кто только к нам присоединился. Сегодня 3 июня, четверг, и те, кто присоединился и еще не знают, какая красотка у нас в гостях, Екатерина Краснова с миллионами просто регалий. Это все, мне кажется, эфирное время выйдет, а мы все будем перечислять. Потому что сейчас я ищу Жанну и говорю, ну, пожалуйста, хватит задавать вопросы. Так все интересно. Спасибо. Три образования. Расскажи, каких? Первое образование — журналистика, направление связи с общественностью, public relations. Второе образование — это институт общественной политики. Я готовила себя в политологии. Мне было интересно, я уже рассказывала за кадром, что я прошла практику в пресс-службе президента Кыргызской республики, поскольку я из Бишкека, и поработав полноценно в пресс-службе, я поняла, что я все-таки хочу остаться в обычной журналистике и не хочу в политическую карьеру абсолютно. Сейчас я заканчиваю Московский институт психоанализа. Это была моя мечта детства, на самом деле. И я хотела изначально пойти не в журналисты, а в психологи. Но мама мне сказала, как обычно мы слушаем своих родителей, и мама сказала, ну куда ты пойдешь в психологи, ты же будешь потом что-то будешь? В школе вот сидеть, детей разбирать. А я говорю, а почему нет? Но как-то мама меня отговорила, и вот уже спустя много лет я сейчас воплощаю в жизнь свою мечту. Но мамы просто в силу своих родительских таких обязанностей, они более практичные. И, конечно, хотела, чтобы ребенок имел практическое какое-то одно занятие, на котором он мог бы зарабатывать нормальные деньги. Ну и тогда и неактуально особенно. Спасибо маме. А сейчас вот все начинают искать себя. Абсолютно точно. Мне кажется, мы перешли действительно в какой-то такой абсолютно новый век осознанности, когда каждая женщина пытается себя проработать. И когда каждая женщина ищет путь самопроявления, самореализации. Это очень интересно. Мы сейчас работаем с огромным количеством женщин. И, наконец-то, я прям наслаждаюсь тем, чем занимаюсь. Вот, как раз мы к этому и приближаемся. Расскажите о проекте какой-то. О проекте. У нас вопрос этот есть. Вот, кажется, Екатерина об этом рассказала, то, что вы сейчас себя проявляете. Вот, расскажите о проекте Angel Secrets. Да, это женский клуб. Это была тоже моя мечта. Я, наверное, вот сколько лет, пять прописывала себе в планах, что я открываю женский клуб. Но поскольку меня унесло все-таки больше в кино, то я как-то откладывала это на потом. И когда я оказалась в Лос-Анджелесе, я вот последний год жила в Лос-Анджелесе, последний год до пандемии. Из-за пандемии я вернулась. И я пыталась там реализовывать сразу два проекта. Первый проект — это короткометражные фильмы. Это мне удалось, все здорово. У меня есть короткометражный фильм, называется «One Day» о жизни лос-Анджелеских бездомных. Это очень интересно, потому что мы смотрим на Голливуд и ожидаем увидеть там что-то невероятное. А на самом деле это совершенно другая, обратная сторона Голливуда. Особенно в Лос-Анджелесе огромное количество. Да, мы же видим красивую жизнь в фильмах. Да, а вот там абсолютно не так. И вот параллельно я хотела реализовать второй проект. Это как раз-таки женский клуб. Там я начала его реализовывать. Называется «Angels Club», потому что Лос-Анджелес — это город ангелов, секреты ангелов. И там у меня прошло несколько встреч, вот таких живых, с девочками, после чего мне пришлось улететь. И из-за пандемии мы были вынуждены перевести в онлайн-формат. И мы просто… У меня есть партнер Айдан Абубакирова. Это девочка, которая развивает другую часть направления. То есть я раскрываю женственность. Она раскрывает… Я не знаю, можно ли это в прямом эфире назвать. Говорите, что сексуальность? Сексуальность, да. Отлично. Отличное слово. Его можно чаще говорить. Да, она раскрывает сексуальность. То есть мы объединили эти два понятия, сделали онлайн-формат. И оказалось, такое количество девушек нуждаются в нашей помощи и в нашей поддержке, что мы отвели 12 потоков. В каждом потоке по 40 девушек. С каждым мы прорабатываем лично. Просто вот 8 дней прорабатываем от и до. И мы немножко выдохлись работать лично. Мы сейчас создаем другой формат для того, чтобы охватить все количество желающих женщин и сделать более доступные условия для всех желающих. Ну да, лично это вот ты вникаешь в проблемы каждого, да? Абсолютно каждого. Вот 8 дней, 24 на 7 мы с девочками. Занимаетесь с одним человеком или нет? Мы занимаемся с целой группой, но с каждым в группе отдельно. Да, то есть вот прям в группе. То есть они напишут свои установки, они напишут свои ситуации, все свои там страхи, метаморфозы. Абсолютно все. Это было онлайн или это было... Это было онлайн, да, онлайн. У нас было также еще несколько живых встреч. В Лос-Анджелесе они назывались «Шик Монинг», а здесь у нас «Секси Бранч». То есть там мы утром собирались, здесь мы собираемся в обед. В итоге какой фидбэк от женщин? Как менялась их жизнь? Вот на самом деле, что нас заставляет двигаться дальше, это то, как меняется женщина, сколько мы получаем просто сумасшедших отзывов, благодарности. Женщины, мы поняли основную проблему, наши женщины не понимают своей уникальности. С детства на них навешивают огромное количество требований и ожиданий. И вот под гнетом этих требований, особенно когда они встречают не совсем уверенных себе мужчин, они начинают обвешиваться такими комплексами, которыми просто когда они к нам приходят и выдают с каким запросом, мы просто в шоке, мы прорабатываем каждое. И основное, наверное, вот как раз таки, что нас мотивирует, это то, что женщина принимает себя, она начинает любить себя, начинает делать себе комплименты, начинает делать себе подарки. То есть то, чему ее должны были научить родители, уже учим мы во взрослом возрасте, потому что наши девочки это от 18 и до 60. Многие девочки проходят сами, потом говорят, как круто, и привозят мам. У нас есть девочки с Англии, с Америки, с Литвы у нас есть, то есть Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, огромное количество. Мы сами не ожидали, что так это будет. Знаешь, ты сейчас сказала вот одну фразу, она меня зацепила, потому что я часто получаю сообщения в директ от женщин, и я понимаю, что корень не всех зол, но большинства, вот как раз таки в неуверенном, рядом с мужчиной. Именно на фоне своих комплексов. Он может так, вот на самом деле мужчины так могут морально уничтожить женщину, что она даже не знает, с какой стороны начать себя любить. Вот когда все вокруг, люби себя, полюби себя, откуда начать? Меня мой самый близкий гнобит. Ну, в общем, ой, гнобить такое еще слово. Что же у меня за мурашки-то все? И самое интересное, что очень часто на фоне того, что женщина пытается полюбить себя не знает как, она начинает делать огромное количество пластических операций, вот чтобы понравиться этому самому мужчине, чтобы понравиться себе, чтобы принять. Но вопрос-то не в пластических операциях, а в том, чтобы научиться принимать то, что в тебе уже есть. Прекрасно. То, что природа сама уже дала, чем наградила тебя уже. Вот ты говорила еще про, я же все хотела тебя перебить, да? Давай, говори, говори. Ну, стараюсь быть адекватной ведущей. Я позволяю тебе перебивать. Вот смотри, ты же отучилась на политолога. Да. Ты прям намеренно ушла из-за этого, потому что какой-то был гнет извне. Типа, знаешь, вот люди говорили, что, ой, а смысл у тебя туда идти? Все равно все будут думать, что ты не мозгами. Мы сейчас прекрасно видим все эти мозги, да? Но вот именно из-за этого, да, ты поняла, да, о чем я думаю? Да, я поняла. На самом деле не из-за этого, нет. Я, наверное, просто выбрала для развития своих политических способностей и построения политической карьеры не ту страну, где я бы могла чему-то научиться. То есть если бы это был бы хотя бы Казахстан, то, мне кажется, все сложилось бы в позитивном для меня русле. Но абсолютно не осуждаю политику Кыргызстана. То есть все там прекрасно, там прекрасный туризм, прекрасные люди, очень добрые, замечательные. Но есть на чем работать. Но есть на чем работать, да, с точки зрения политики. Я к чему? Я очень люблю, когда в политике есть красивые женщины. Они заряжают вокруг остальных мужчин. И ты, знаешь, вот со своей статьей, со своими уже мозгами, с журналистским опытом большим, я думаю, ну, стоит уже потихонечку. Я, например, никогда не знаю. Все однозначно будут говорить через постель, 100%. Я так себя и веду, ля-ля-ля-ля, а ты вот уже такая стать, женщина. И к тебе уже другое будет отношение. Я подумала в какой-то момент, что лучше заниматься тем, что тебе приносит явный эффект. То есть то, что я вижу вот прямо сейчас. То есть работая в политике, ты можешь увидеть результаты, наверное, через год, пять, десять лет. А здесь я вижу результат молниеносный. Через восемь дней, то есть женщина приходит ко мне и уходит в совершенно другое. Влюбленная, влюбленная в себя, в жизнь, окрыленная. И поэтому мне все-таки, наверное, эта стеза ближе. На момент тебя это заряжает больше, да. Смотри, у нас тут есть блиц. Я тебе говорила, что я его прочитала. И такие просто вопросы никак не связаны. Давай мне почитать. Интересно. Нужно, да. Нужно отвечать быстро. Хорошо. Ну, может быть, чуть-чуть задумывай. Так, давай. И понеслась. Какой самый безумный поступок ты совершала? Наверное, улетела в Лос-Анджелес на целый год, оставив ребенка здесь. С мамой. Потому что мне очень хотелось перевезти ее туда и дать ей лучшее будущее. Но пожив год там, я поняла, что лучшее будущее все-таки здесь. Ну, прям отлично. Вот это вот идеальная реклама для Казахстана. Да, тем более мы в этом году празднуем 30-летие независимости Казахстана. На этом можно и заканчивать. Есть ли у тебя личный девиз? Да, это девиз Чингисхана. Пожалеешь, не делай, делаешь, не жалей. Ух ты. Я запомню. Хороший девиз. Любимый город? Алматы. Это абсолютная правда, потому что я, где бы я ни была, я сюда возвращаюсь. Я наслаждаюсь Алматой. Есть, конечно, города, в которые мне тоже хочется возвращаться. Это Барселона, это Женева, но Алматы, вот это моя душа. А представляешь, как любит его коренной алматенец? Да, представляю. А для монтажа я сейчас просто сделаю. Можешь не отвечать. Любимый телеканал. А потом ты до этого ответила Алматы, и не важно, что ты работаешь на другом телеканале, мы отправим твоему телеканалу этот ответ, да, монтаж хороший. И ты будешь работать с нами. Какой самый дорогой подарок тебе приходилось принимать? Квартиру. Почему? Стойте, нам нужна еще казахская редакция, не выходите. Это подарок любимого человека, да. Это был подарок моего мужчины. То есть вот он хотел сделать для меня все возможные комфортные условия. Поэтому это было... Да, отлично. Не буду спрашивать, в каком районе, в каком, в любом случае. Просто многие женщины сейчас, даже поимев подарок такой от мужа, бывшего, они все равно говорят, я сама, это все я сама. Я считаю, что это такое счастье быть такой женщиной, которая дарит квартиры. Класс. Поэтому я не скрываю, что та квартира, из которой я сейчас уже переехала, потому что я вышла замуж, но в этой квартире живет мама, она большая, в шикарном районе, я безумно благодарна этим долгим отношениям. Вот так что, да, был такой подарок. Ну, теперь без шуток, действительно, вопросов у нас много, а времени эфирного мало. А я об этом предупреждал наших редакторов, так что, в конце концов. Блин, ну такие интересные вопросы. Но мне понравилась концовка. Так, я сейчас мужу скажу, срочно дарим мне квартиру. Спасибо большое, Катя. Да, представляешь, Кать, спасибо большое, что ты пришла. Спасибо большое. Что зарядили нас таким позитивом. Да, и приходи к нам, ведущий, например. Что я говорю? Она же легко меня просто... Да нет, она занята на другом своем канале. Отлично, будь занята на другом канале. Спасибо большое. Пришла, зарядила своей энергией, красотой озарила нашу студию. В общем, приходи еще. Ну, мы продолжаем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова